Сотворили вот так вот. Творили ангелы. Хочу с этим не согласиться. Не нас это сотворяли. Не нас? Совсем не нас. Не Адама, не Еву, не... Адама и Еву, но не нас. А мы откуда тогда? Разберемся это. В Тайной книге Иоанна. То есть, допустим, между тем, как была Тайная вечер, и Иисус пошел в сад, когда он уже переоделся и был готовить в сад, к нему подошел Иоанн. И говорит, не понимаю, а вот почему Егову этого никак не уберут? Ведь он же шкодит-шкодит. Ну, чего ж Боги его не уберут наконец-то? И Иисус говорит, ну, пока мы еще даем Егове проявиться, чтобы он как можно больше пакостей надел, чтобы его гадостность была более очевидная. Это имели в виду Иуду и Скариотов? Нет, и Егову. И Егову Бога? Ну да. Ну а кто же в роли Егова? Обычная Егова. Вы понимаете, что Иисус объяснял Иоанну разные нюансы? В частности, в Библии есть фраза, когда он обращается к фарисеям, он говорит, «Ваш отец дьявол, он лжец, и отец лжи, и человека убийца изначальный. И вы хотите не делать волю Божью, а исполнять вот то, что дьявол вам отец ваш оставил». А дьявол – это нам перевели. А там имелось в виду как раз и Егова. Бог лжи, и вот как раз Бог Авраама, Исаака и Иакова, их прародителей, их отец небесный. Это прародители, Бог, и… Евреев там вот этих всех, да. Так а почему же они тогда все такие богатые и все… Разберемся еще с этим. И все брешут. Иисус, потому что он отец лжи, и он их отец. Слова Иисуса. Ваш отец там лжи от человека убийца. Иеговы. То есть детей Егова, да. Иегова – отец еврейский. Да. А Иисус получается что… Иисус проповедовал не поклонение Егове. Хорошо. А как он вообще взялся? Разберемся. Давайте, это слишком много. Давайте уже с происхождением евреев разберемся. А он вообще пришел со мной совершенно другое обсуждать. То есть, как бы, давайте не будем слишком много затрагивать, чтобы не размазать это. Да, да, не размажите. Так вот, получается, что Иисус призывал поклоняться не Егове. Он призывал поклоняться Саваоту. Саваот – это… Сава-оф. Сейчас это транскрибировали как Саваот, Саваот. Сава-оф, Сава-оф. Однако, это происходит от древнеиндоевропейского корня Сайват, что аналогично нашему слову Сяева или Свет. Оно же аналогично индусскому имени Шива, оно же аналогично древнехедскому имени Всевышнего Сиват. Оно же позднее вошло в германские языки как Тиус, Теус, от чего, в принципе, и Бог. И оно же происходит от того же корня Сау, от которого происходит слово Слава, от которого происходит Солнце и много других солнечно-светлых слов. Наша Сяева, Сияние. То есть, получается, Иисус не призывал поклоняться Егове. Это самый большой миф, который не подтвержден никакими фактами. Это просто вот они, перетасовывая понятия, переводя не так, не сяк, сейчас вот эти же свидетели Еговы говорят, что Иисус там сын Еговы, там все такое. Библией, апокрифами, это никак не подтверждается. Есть куча текстов в апокрифах, где Иисус конкретно говорит, что Егова это злобная такая зверюшка очень страшная, и что осторожно опасно буквально. Так они все затягивали, все лето затягивали. Затягивали и затягивали. Сейчас есть такой ученый, он уже старенький, правда, может даже уже умер, я, правда, точно не уверен. Однако, зовут его Эрих фон Деникин, если вы общаетесь с интернетом. Я несколько раз зашла, две ночи просидела и сказала, все, с меня хватит. Хотел бы вам посоветовать повторить подвиг. Да. И вести такой запрос Эрих фон Деникин. Эрих фон Деникин? Деникин. Деникин. Можете, чтобы лучше запомнить, сделать себе аналогию, как Деникин, фактически. Запишите. Эрих фон Деникин. Деникин. Интернет поймет. Можно записать. Естественно. Или не нужно. Можно, да? Только нет на чем. Моя записная книжка, это телефон. Час страшно. Час что-то найдем. Карандаш. Я записываю. Так вот, Эрих фон Деникин учился изначально в христианской штуковине, изучал Библию по углубленному курсу. И он пришел к абсолютному отторжению христианства после того, как прочитал все вот эти истории. Он пришел к такому выводу, что если Бог является настоящим Богом, вот тот Бог, который у нас в понимании должен быть Богом, всемогущее, высшее существо. Он пришел к выводу, что Богу не будет нужен космический корабль, чтобы летать над евреями. А Эрих фон Деникин читал факты из исхода, где описано, что когда евреи шли по пустыне, то Егова пребывал с ними. Днем в столбе дымном, ночью в столбе огненном. Помните это дело? У меня даже картинка есть, у меня даже все это есть. А взлет ракеты помните? Об этом нет. Даже в первый раз слышу об этом нет. Вот как Юрий Гагарин на ракете взлетал, помните? Столб огненный, если это ночь. А если это день, столб дымный. По Библии именно в таких столбах я летал Егова. В Библии даже приводится название его корабля. Он назывался Кавад. Вот если читать на еврейском языке, то там описано, что конкретно корабль Еговы назывался Кавад. В Библии. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok